Для ветеранов войны, запрошенных на посаджения, гэта добрая махчымасть знов собраться разом. Абмерковать минулые и сёняшние падеи. Яны уже долгий час не выкладают, але их парады и пропановы заусёды каштолные для молодых наставников. На выходе у школы усих военными мелодиями сустракал оркестр. Далей у вазе гостей представили выставу зброи и фото документов. Головным подарунком ветеранам стала презентация книги «Педагоги-солдаты-перамоги», у якой описаны лёс кожного з их, и кожный отримал заповетный экземпляр. Традиция Гомельского областного комитета есть издание книг. Мы недавно презентовали книгу «Педагогические династии Гомельщины». Сегодня новый наш такой проект большой «Педагоги-солдаты-победы». Говорю об этом с гордостью, потому что 63 судьбы мы открыли, описали, рассказали. Николай Толокнов профессии наставника присвятил 45 годов своего життя. Долгий час працевал у Полоцку, а потом разом с женкой переехал у Светлогорск. Зусимня дауна выпустил книгу «Успамины фронтовика-педагога». Первый бой, в атаку пошли на танках, и первый бой на Украине состоялся. Освобождали Украину. Ой, летели, как снаряды пчелы, как улей летел. И потом взвелась красная ракета, и мы пошли в бой. Шмат эмоций и переживаний так само и в работах у дельников областного конкурса «Табе. Великая перемога». У сего было представлено больше за 100 материалов и доследших работ на военную тематику. Сирот переможцев – представники советского района Гомеля. И они кажут, что наведали 27 ветеранов войны и педагогичной працы и записали их успамины. У нас есть ветераны, у которых папа был начальником охраны, личной охраны Сталина во время Ялтинской конференции. У нас есть люди, которые за освобождение Москвы получили орден Боевого Красного Знамени. Гэтые люди не просто отвоевали для нас мирное небо над головой и были наставниками не только у школьным житти своих вушняв. И они учили любить, оборонять и гонориться своей родимой. И никогда не будет лишним, у черговый раз выказать им щирое дякую. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».